Сергей Анатольевич, ну вам понятен, правда? Понятен. Немножко с опозданием, правда? Лучше поздно, чем никогда. Ну, то об этом уже знает вся Россия. Добрый день, товарищи. Добрый день, Сергей Анатольевич. Добрый день, здравствуйте. Русские вперед. Русские вперед. Родная земля, русские вперед. Кстати, Сергей Анатольевич, хочу сказать, что вот недавно было очень приятно, когда я шел на почту, подошел малыш и говорит, дядя Паша, русские вперед. Если это пойдет в народ, это будет очень здорово. Своебразное приветствие будет. Вот. Сергей Анатольевич, ну, если серьезно, значит, вы, наверное, в курсе, правда, немножко с опозданием говорю, что 25 ноября в городе Севастополе произошло ЧП, наверное, знаете. Обрушение на спуске адмирала Октябрьского, обрушение опорной стены. Стена просто рухнула, она была предварительно там разрыта, да, часть ее была демонтирована и снята. Но ночью, значит, под воздействием дождя она рухнула полностью, тем самым она фактически что сделала? Фактически перекрыла дорогу, там даже троллейбус не мог проехать и, в общем-то, вызвала коллапс. А накануне этих событий, 1 июня 23-го года, на пленарном заседании законодательного собрания города Севастополя, Павел Иена на вопрос одного из депутатов, ну, если случится коллапс, что типа будем делать? Вот именно назвал, именно это место он назвал, вот, задал этот вопрос. Тут ответил очень четко, отрапортовал, сказал, да, не проблема, все решим за... Сергей Анатольевич, ну, вам понятен вопрос, да? Ну, понятен. Немножко с опозданием, правда? Ну, ничего страшного. Это лучше поздно, чем никогда. Ну, то об этом уже знает вся Россия. Ну, да, как у нас делается? Да, ну, комментарий, да? Да. Первое. Значит, то, что стена обрушилась, ну, это, может быть, и следовало ожидать, непонятно другое. Тут много вопросов. Первый вопрос, если меня не изменяет вами, по-моему, в 2019 году уже была реконструкция этой подпорной стены. Капитальный ремонт, 50 миллионов. 50 миллионов, да. Это, этот самый, заведовал директором департамента, был многоуважаемый, многоликий город. Евгений Сергеевич Горлов, собственной персоной. Теперь, сейчас, да? Вот я знаю, что, ну, стена упала, обвинили и расторгли договор с подрядной организацией, уволили директора департамента городского хозяйства. Ну, я вам скажу, что подрядная организация, ну, на мой взгляд, я сам как директор предприятия, которое занимается оказанием услуг, только города Севастополя, и я хочу выступить его защитой, считаю, что его вины там нет. Там было написано, что якобы плохая сетка была или еще что-то. Вот, и уволили директора департамента городского хозяйства. Я бы первый вопрос поднял бы женщина или девушка там какая-то. Женщину. Ее уволили. Ну, первый вопрос, на что ушли 50 миллионов в 2019 году, прошло только 4 года. Шашлыки, девочки, пиво. Ну, это я не знаю, я свидетелем не был и участником этого процесса. То есть здесь должно быть проведено расследование, на каком основании эти 50 миллионов и куда они ушли. Первый вопрос. Второй вопрос, значит, если это было под руководством директора департамента того времени, я считаю, что он должен возместить эти 50 миллионов. Он лично? Бюджет, конечно. Он же руководил процессом, заключал договора с той организацией, которая выполняла эти работы. Тем более деньги есть, да? Я не знаю, опять же. Ну, если быть объективным, да? А, Сергей Анатольевич, смотрите, что я еще хочу сказать. Очень много звонков было. Вы знаете, что мне очень часто люди звонят, говорят, рассказывают. И вот один из важнейших, на мой взгляд, вопросов. Люди говорили, что не повезло им. Я говорю, почему не повезло? Ну, а если бы это было, это случилось до урагана, если бы это случилось или во время урагана, или после, тогда бы это бы списали. Ну, Павел Евгеньевич, я не знаю, кто вам это звонит, но я считаю, что это глупые люди. Я не знаю, может, они нормальные люди, но вот это вот, то, что они говорят, это глупость. Или непонятно, какую цель они преследуют. Может, они фантасты, но разговор не о них. Ну, да, да. Если бы кобы там и баба-яга была, и куры летают, да? Дед Мороз. Да, коровы это самое, молоко как бы дают, по идее. Говорят же, что скоро коровы летать будут. Но дело не в этом. Гадеет. Вопрос в том, что кто должен понести ответственность за это. Это повезло, что никто не пострадал, и не пострадал автотранспорт и все остальное. Но коллапс на дорогах был. Тем более, вы сказали, что там в июле, да, на сессии выступала Иена, ему задали вопрос. Он сказал, что в течение суток, да? В течение одной ночи. В течение одной ночи в останове там все, что... Все, что упадет, да. Да, да, сделает. Но тоже человек должен ответить. Ну, не человек, а именно это лицо. Должностное лицо, исполнитель. Поэтому я считаю, что это полная безответственность двух исполнителей. И тем более мы знаем эти фамилии Горлов и Иена. И вся ответственность тогда ложится в первую очередь на Горлову, а потом уже на Иена за его вот эти вот слова. Утверждение, заявление. Он же утвердительно заявил, когда ему депутат спрашивал. У нас же депутаты ЗАГС Собрания, это же главный орган власти. Ну, естественно. Это исполнительные, которые должны работать на слух народа, на нас. Вернее, на власть народа, на нас. Ну, да. Поэтому я считаю, здесь вопрос должен быть поставлен, но не в соответствии одного и второго. И губернатор и ЗАГС Собрания должны их освободить от занимаемой должности. Должен так? Конечно, конечно бы. И проведено расследование, должно провести следствие. Кто там? Прокуратура, Следственный комитет. Если же будет подтверждение по тем 50 миллионам, и я сомневаюсь, что там действительно было вложено 50 миллионов и качественно сделана работа, то обязать всех участников процесса вернуть эти деньги в бюджетную роду. Хватит уже. Чего мы налоги платим, коммуналки платят, нам поднимают, для того, чтобы содержать вот этих негодяев, что ли? Это должна прокуратура этим заняться. Кстати, я вам докладываю, я был там буквально вчера, или позавчера, да, и уже видел, что приступили к выполнению работ. И что они делают? Они привезли туда бетонные кольца, они где-то диаметр 1 метр, они подкладывают, подставляют, потом будут заливать, что они там дальше будут делать, как бы это не привело обратно. Павел Ильич, я не верю в это действие в Севастополе. Вообще, даже если они что-то хорошее способны сделать, то я уже настолько они меня садрессировали, что я им не верю уже. Вообще не верю. Понимаете, в чем дело? Ну, я как хочу сказать... Я уже протестантом стал против... За ихнюю защиту хочу сказать, что они говорят. Они говорят, что город изношен, дороги изношены, все изношено. Кстати, пользуясь случаем, хочу сказать, что нужна в этом месте, нужна дорога-дублер. То есть это либо туннель, который, вы знаете, на Пожарова будет выходить, либо еще что-то, но это нужно срочно делать и быстрее. Потому что в любой момент это вызовет такой коллапс в городе... Что я вам скажу по этому поводу. Насколько я знаю, вся некая команда, может быть, и эта команда тоже, хочет на месте стадиона Чайка построить торговый центр. Слышал об этом. Это недопустимо. Так вот, во-первых, уже логистика не позволяет по транспорту сделать. Ну, конечно. Но кому мы будем объяснять и говорить об этом? Это первое. И второе, вы говорите о тоннеле. Да, возможно, он нужен, но я не вижу первоочередность этого тоннеля, потому что есть, куда деньги вкладывать. А то, что упала стена, опять тут надо разбираться. А что они туда полезли? Если они 4 года назад делали. Деньги списать под конец года. Ну, видите как, что-то делается, помните, при одной власти, а расхлёбывать приходится другой власти. Если вы тут выступили в защиту, о том, что тут город износился, я вам скажу по-другому. Здесь износ власти, чиновников, то есть кризис кадров. И какой бы город ни был бы, у нас дороги советские еще были гораздо лучше, чем те дороги, которые они сейчас делают. Это относительно износа. А относительно того, что там нет специалистов, это уже... Ну, другое, потому что по принципу другому набираются эти люди. Понятно. И, кстати, тоже многие наши граждане задавали вопрос, почему оттуда убрали... Там же, знаете, брусчатка была, которая существовала, там чуть ли не век, наверное, стояла. Я не знаю, в каком году ее там положили. Павел Григорьевич, ну, брусчатка и на Суворово была, и на Катулском спуске. Ее везде поубирали, а то, что она имела историческое значение, могла быть полезной, да, на сегодняшний день. Ее просто вывезли на свалку. Думаете, на свалку вывезли? Да, на свалку. Ну, кто-то домой сточил, но не все же. Я, кстати, изучал историю, как она была вообще, брусчатка попала к нам в город. Ее в качестве балласта использовали французские корабли-парутники. Сергей Анатольевич, спасибо. Факт это свопиющий, в общем-то. Тем более, кстати... Я еще что хочу сказать, я прочитал, вы знаете, у нас большой аккаут, интернет-аккаут, это ForPost, написал, что губернатор города-героя Севастополя отозвал снятие приставки ИО с... Да, да, да. Ну, посмотрим, произойдет это или не произойдет. Уволить. Уволить вы считаете, да? Нет, не считаю, я в этом убежден. Каждый должен нести ответственность за свои поступки, деяния, тем более он на госслужбе. Он же ставленник наш. Получается, мы народ, а они нашим... Ему доверил. Ну, мы ему ничего не доверяли, понимаете, как и губернатору. Доверила там определенная группа людей из-за бездействия. Но это далеко мы уйдем. Поэтому нам нужны специалисты, и... А то, чем больше чиновников, тем больше замок, тем больше безответственность. Да, а второе, вот уж сегодня я общался на эту тему, и сегодня наши коллеги с вами поддержали по общественному движению, высказали такую точку зрения, что из-за того, что это происходит из-за того, что подрядчику и субподрядчику слишком мало денежных средств достается от посметья. Не согласен. Не согласен? Нет, абсолютно не согласен. Значит, любой подрядчик, я еще раз говорю, я же еще и директор предприятия, когда берусь за работу, я же смотрю. Можете, не сможете. Сколько я смогу, и более того, мы работаем вообще, им хоть предоплату дают, а моя организация... За свои деньги. Мы все делаем за свои деньги под ключ. И не факт, что потом, ну, пока не кидали, не разводили, но сам факт, но мы не работаем с бюджетом. Ну да, и еще что, какой вопрос люди поднимают в городе Севастополь, они говорят, что обрушится еще? Павел Евгений, здесь первый вопрос, еще, помимо того, что они не специалисты, не квалифицированные, да, работники, вопрос в том, что я неоднократно поднимаю этот вопрос в 2014 году, о том, что должно быть городское предприятие, которое будет нести полностью ответственность. То есть, если бы это городское предприятие работало в 2019 году и получило это деньги, они бы сегодня тут метались, вали бы, и я сомневаюсь в том, что они бы вообще это допустили до этого. Понятно. Сергей Анатольевич, спасибо, дорогие наши зрители, что вы думаете по этому поводу, как вы воспринимаете данную ситуацию. И пишите, ставьте лайки, дизлайки, пишите свои комментарии, буду читать и, в общем-то, ждать ваших посланий. Всем спасибо, Сергей Анатольевич, вам огромное спасибо. До свидания. Всем хорошего дня. Субтитры сделал DimaTorzok